Всем привет! Вы на канале Forest Home Life. Меня зовут Игорь и сегодня у нас будет очередное философское рассуждение на тему идеального ножа. Но те, кто с нами уже давно, конечно же, понимают, что идеального ножа не существует и любой нож бывает хорош или плох исключительно в отношении конкретной задачи, перед ним поставленной. Но в связи с расширением аудитории, а между прочим, канал Forest Home Life добил тоже миллион подписчиков. Кстати, поздравления принимаются в комментариях. Да, у нас действительно будет вторая золотая кнопка и, в общем-то, я решил опять поделиться своим мировоззрением, потому что в сотый раз стал возникать и даже довольно-таки часто тот же самый вопрос, какой нож самый лучший, вот прям самый универсальный. И поскольку правильного ответа на этот вопрос не существует, я обычно спрашиваю, что бы что, мне отвечают, что бы все. Так что я просто запишу очередное видео и буду скидывать ссылку на него. Так что, если будете согласны с тем, что я вам сегодня расскажу, тоже можете этим пользоваться и кидать ссылку на это видео и делиться с друзьями. Погнали! Но для начала, конечно же, с основного начнем. Что должен уметь делать этот идеальный нож? Ну, в первую очередь, я думаю, конечно же, резать. А резать, как известно, можно по-разному. Можно, допустим, резать хлеб на кухне, а можно резать быстро во внезапно возникшей ситуации, ну, например, ремень безопасности, да, после ДТП. Такое ведь тоже возможно. Но в любом случае, для качественного реза нам потребуется, в первую очередь, нет, не сталь. Это будет геометрия. Потому что геометрия, на самом-то деле, решает все в первую очередь. И если посмотреть на сечение клинка, то можно увидеть, что чем выше спуски, чем угол между спусками меньше, тем лучше этот нож будет резать. Это действительно так. Это всегда работает примерно так. Есть особенности типа вогнутых спусков, которые хитрят с этой геометрией. Но, так или иначе, именно поэтому компания Спайдерка обрела такую популярность. А вы думали из-за отверстия? Вот нет, именно из-за качественного реза. Самые известные их модели, как правило, как раз и имеют прямые спуски от обуха. При том, что обух достаточно тонкий. Именно поэтому их ножи действительно режут бодрее и агрессивнее любых конкурентов. Другая сторона медали заключается в том, что при такой геометрии ножи с тонким сведением они хоть и лучше режут, но, как правило, меньше держат заточку. Потому что чем тоньше у нас сведение, чем более острый у нас угол, тем быстрее этот нож будет затупляться. Что уж говорить про боковые нагрузки на тонких ножах. И я уже молчу про удары режущей кромкой по каким-нибудь твердым предметам. Такими ножами не принято, допустим, рубить ветки для костра. Вот как раз вот здесь, на этом моменте, в игру и вступает сталь. Те же спайдерк в своих самых крутых моделях, ну, за редким исключением, используют порошковую сталь. Потому что именно порошковые стали как раз и обеспечивают высокую твердость, чтобы заточку держал как можно дольше и при этом не делают нож хрупким. С другой стороны, на этом моменте обычно вступают адепты толстого обуха. Мол, ножи, которые тоненькие, они, возможно, и лучше режут, зато их проще всего сломать. И, честно говоря, эти люди, конечно же, правы. Потому что они используют этот нож чаще именно как силовой инструмент. Что-то поддеть как-то, что-то подковырнуть, построгать там и так далее. То есть, нагрузки боковые на этот нож у них используются и поэтому им какой-нибудь спайдерка, ну, может совсем не подходить. Потому что ими нож используется именно как универсальный инструмент, ну, для всего. И надежность становится превыше агрессивного реза. Таких людей обычно очень сильно впечатляет ролик от компании Cold Steel про их знаменитый нож Recon Tanto, которым можно делать буквально все. Им же даже можно открывать консервные банки безубыточно. Ну, даже если под консервной банкой подразумеваются жигули. Ну и самое главное, у него крутые ножны, а если его хорошенько заточить, он еще и очень даже неплохо режет. Конечно же, тут речь идет о первоначальном резе. То есть, дальше он будет раскалывать те самые продукты, которые мы будем резать. Если их, в принципе, можно расколоть и это не хлеб, например. А еще он красивый. А если не хочется носить такой тяжелый фикс, а нож постоянно пригождается в работе, что-нибудь подскоблить и поддеть, то в любом случае смотреть придется в сторону тактиков. И вот один из моих любимых примеров. Высокая надежность, острый кончик, хорошо держит заточку, в обухе он достаточно толстенький и в руке не скользит. Ну, то есть, им буквально можно делать, ну, практически все. Конечно же, очень качественная сборка. Ну, просто потому, что это Майкротек. И лично для меня этот нож как раз и стал, ну, наверное, максимально приближенным к идеальному ножу. И это Майкротек линейка SACOM. И есть складной вариант, есть фиксированный. Ну, кстати говоря, все чаще замечаю, что люди часто пользуются именно крупным складнем и небольшим фиксом. То есть, фиксированный нож прям уступает в размерах. Здесь это не так сильно заметно, но все-таки я тоже в этой секте. И да, это очень хорошо, но прям, скажем, недешево, потому что за Майкротек, ну, действительно, приходится заплатить. В среднем ценовом сегменте я бы выбрал кое-что другое и, порекомендую сейчас свое видение. Например, складные ножи от компании Cold Steel. И, в частности, сегодня я взял Recon 1. Так называется складной нож. Действительно, очень надежный. Действительно, крутая порошковая сталь. Покрытие такое, которое долго не зацарапывается. Достаточно много клинка здесь. Вес у него хороший, баланс чувствуется. Рукояти G10, сверхнадежный замок. И, в общем, действительно, средний ценовой сегмент. Да, средний сейчас он повыше, чем, там, пять лет назад был. Это надо понимать. При этом всем многие люди скажут, что зачем это надо, если есть Voyager. Ну, буквально вот то же самое, только дешевле. Но тут понятно, что дешевле оно не бывает при тех же самых условиях. Дешевле он действительно стоит, исходя из того, что здесь более простая сталь. Тоже неплохая для рабочего ножа. Очень даже подходящая AUS-10A. Этот вариант более легкий. Рукоять у него пластиковая, а не текстолитовая, как на Recon 1. Покрытия такого нет. Но вполне себе во всем остальном он действительно сильно и не будет уступать Recon. Надежность у колстиловских ножей действительно очень высокая. К тому же многие предпочитают версию не Large, как вот эта, а XL, которая действительно прям сильно больше. И за относительно небольшие деньги мы действительно получаем очень много ножа. И вот к такому гиганту уже прямо очень сильно просится как раз-таки небольшой фиксированный нож. И действительно таким тандемом можно закрыть прямо огромнейшее количество задач. Хотя некоторое время назад роли, конечно, распределялись иначе. То есть традиционно это у нас крупнофикс и мелкофолдер. Крупным фиксированным ножом можно нарубить веток, что-нибудь расковырять, поддеть, там люки, двери, в общем, все как вы любите. И маленький, но тонко заточенный нож для более мелких работ. Вот, там, карандаш подточить, яблочко почистить и так далее. Но Recon им это откровенно делать неудобно. И вот тогда, когда у нас уже два ножа, мы действительно можем приблизиться к идеалу. Вот, например, такая пара. Возьмем какой-нибудь Recon Tanto и спайдерка пара 3, например. Действительно тонкий рез. Здесь он удобный, небольшой, для мелких задач самое то. Для крупных задач, более тяжелых и агрессивных, Recon Tanto. Вот это идеальный тандем. Вот они действительно смогут, ну вообще, вся задача закрыть, которые вообще могут перед вами возникнуть, хоть в городе, хоть на природе. И тут появляются люди, которые говорят, мы отказываемся носить с собой целых два ножа, тем более, когда один из них тяжелый, подберите мне какой-нибудь один, который будет удобно, раз, открыл и все сделал, что тебе надо. Вот тут вступает как раз-таки понятие EDC. Everyday Carry. Кто еще не в теме, это вещи, и в частности ножи, в рамках нашего разговора, которые люди с собой носят на каждый день, и им не требуется прям идеальный тонкий рез, допустим, да, как у спайдерка, или какая-нибудь сверхнадежность, как у Recon Tanto. Важно удобство и возможность его с собой просто комфортно носить каждый день. И действительно, большинство ножей, так уж вышло, относятся именно к этой категории EDC. И таков уж спрос. И поскольку именно в этой категории нож становится еще и аксессуаром, каждый действительно хочет выбрать себе что-нибудь под свой стиль, например. Или выбрать что-нибудь особенное, что лично ему нравится. Потому что, ну, аксессуар, он действительно как-то подчеркивает образ владельца. Ну, как еще это объяснить? В общем-то, я выбрал в рамках этой концепции себе нож Mamba от компании Crystal Knives в коллаборации с Maxace. Тут и правда, я думаю, что многие знают, я уже показывал, нож мой, я им пользуюсь очень активно. И он действительно удобный. Удобство его заключается в том, что он висит на клипсе, на кармане. Я его просто аккуратно могу в любой момент быстро снять, нажать на флиппер. И он у меня точно всегда откроется. Благодаря хорошей механике и качественным керамическим подшипникам. Мне не надо запариваться, что он там не дойдет до конца или еще что-то. Тут становится важна механика, комфорт использования. Легкость его, опять же, он ухватистый и удобный, но при этом легкий, потому что титан, карбон здесь. Сталь тут М390, которая позволяет тоже долго сохранять заточку. Еще она не ржавеет. И, в общем, комфорт в использовании ножа в формате EDC, это очень важно. И Mamba этим всем меня обеспечивает. К тому же тут клипса из T-Maskus. Она прикольно переливается различными цветами. Это такой, типа, титан слоистый, который еще и разных цветов. Интересная штуковина. И можно ли сказать, что это идеальный нож? Это он и есть, типа, вот его мы и искали. Ну, конечно, в рамках EDC вполне возможно. В поход, допустим, я себе взял бы что-нибудь другое какое-нибудь, я не знаю. All Knife, например. Тут в рамках ежедневного ношения, если мне нужен удобный нож, который прям максимум комфорта мне даст, да, он очень хорошо подходит. Но тут же, например, могут появиться люди, которые скажут, что зачем это все надо, какой титан, какой карбон, давным-давно изобрели Victorinox. Им ведь можно и винтик открутить, и, я не знаю, там, бутылку с вином открыть, и колбаску порезать, в общем, и карандаш заточить, и, 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 что только не и. И, в общем, действительно, любые задачи, которые могут перед вами возникнуть в повседневной жизни, может закрыть один маленький нож. Если мы говорим, что нож это прям универсальный инструмент, то действительно многофункциональный Victorinox, и, правда, в таком случае будет стремиться к тому самому идеалу. Честно говоря, у меня есть Victorinox, у меня Spartan, и у меня есть задача, которую может решить только Victorinox, Spartan, и больше никакие другие ножи у меня для этого не подходят. Это делать ровное круглое отверстие диаметром 6 мм в 2-мм пластике. Вот так. Там есть специальный инструмент, шило. Оно отлично прям вырезает такие отверстия. Опять же, бутылку с вином, да, если там пробка. Ну, я думаю, все видели эти лайфхаки, когда там зажигалкой что-то греют, там пальцем можно продавить, ключи использовать. Блин, достал Victorinox, штопор как бы шпок, и все открылось. Ну, как это будем делать реконом? И несмотря на то, что такие задачи действительно может решить среди моих ножей только VIX, мне вот возможность аккуратно снять с кармана и открыть одной рукой гораздо дороже вот этих всех инструментов целого набора в одной маленькой штучке. А ведь есть еще мультитулы. Один наш сотрудник носит с собой мультитул Leatherman много-много лет, и больше никакие ножи при нем не были замечены. И его вполне устраивает нож, который там идет в комплекте. А ведь там не только нож, там целый набор инструментов. Это же еще и пассатижи крутые с бокорезами из закаленной стали. Какие-то там отвертки, что-то там еще. Целая куча всего. Даже часовые отвертки. Вот я вижу ножницы, открывашки, напильники. В общем, куча всего. И кажется, что вот эта уж точно штука должна стать идеальной. Прям вот вообще для всего. К тому же сейчас вышел вот Leatherman Arc. У него сам по себе клиночек из магноката. Конструкция у него такая. Клипса есть. Ну, он и резать будет хорошо. И просто как обычный нож его использовать вполне комфортно. С замком, сталь хорошая и так далее. Так что, если мы говорим про функционал не пары, да, как реконы и пара 3, а чего-то одного, одного предмета, то вот он, наверное, он по функционалу действительно всех уделает. Идеальным ножом его тоже все равно назвать нельзя. Ну, во-первых, просто-напросто размер клинка. Да, там провода зачистить, еще что-нибудь такое в хозяйстве. Как правило, с большинством задач он действительно справится. Но элементарно хлеб разрезать им уже придется по кругу, потому что длины ножа тупо не хватит. Опять же, удобство рукояти. Он массивный такой, но квадратный. И строгать им, например, можно. Но это не будет комфортно делать, поэтому аутдорным его не назовешь. К тому же, напильники, крестовая отвертка, вот эти вот всякие торексы, которые тут есть, наверное, ножницы тоже. В каком-нибудь походе мне точно совсем не пригодятся. Но, во всяком случае, он действительно имеет возможность пользоваться им одной рукой. Ну, тут надо что-то попривыкать, покрутить. Но большинство инструментов так или иначе достаются одной рукой. Чего не скажешь про викторинокс, в котором, чтобы открыть нож, тебе обязательно нужно две. Тут, кстати говоря, проскакивала информация, что вот, мол, компания викторинокс столкнулась с какими-то сложностями, и теперь будет швейцарский нож выпускаться без ножа. Какой же это нож без ножа? Все стали переживать по этому поводу. Ну, вот я считаю, что я, в общем, разобрался, короче, в этой ситуации, погуглил, почитал. И да, новость правдивая, но ее надо интерпретировать немножечко по-другому. Во-первых, никаких ограничений законодательных в Швейцарии или где бы то ни было в Европе, недавно не происходило. Просто существуют в мире места, как, например, аэропорт, а то бывают и целые страны, где законодательство очень строго к клинкам различным, да, как многие знают, в некоторых европейских странах даже с таким ножом вообще нельзя появляться. Так что викторинокс не столкнулись с ограничениями, а пошли на помощь тем людям, у которых в жизни есть такие ограничения, и не урезали свою линейку ножей, а расширили ее еще одним швейцарским ножом без клинка. То есть, когда нам действительно нужен вот этот вот набор инструментов, открывашки, отвертки, там вот штопор, там вот это вот все, да, но нож-клинок нам нельзя. С таким действительно можно было бы уже и в метро, и в самолет, и так далее. Так что новость правдива лишь отчасти, и панику, в общем, сеять не нужно. Будьте внимательны, разбирайтесь в этом вопросе. К тому же у них раньше выходили модели викторинокс без клинка, и мир не рухнул, это уже не впервые. Так или иначе, викторинокс, они есть у нас в ассортименте, представлены в хорошем количестве. Можете перейти по ссылкам под этим видео и выбрать под себя тот набор инструментов викторинокса, который вот подойдет именно к вам. В общем, идеальный нож. Существует ли он? Да. Какой-то конкретный это нож? Нет. Тут как с автомобилями, с собаками, с людьми. Нет какого-то универсального ответа на этот вопрос. В одной ситуации подойдет один, а другой будет плохим. В другой ситуации первый окажется неуместным, а второй как раз-таки идеальным. В общем, лично я ножи люблю, и у меня практически все категории, которые я вот поднимал ранее, они у меня все закрыты какими-то определенными ножами. У меня есть и крупные фиксы с маленькими складными ножами, есть крупные складные ножи с маленькими фиксами, есть викториноксы, есть мамбаные DC, да, и другие какие-то ножи. В общем, практически подо все задачи. У меня различные есть. Если я могу эти задачи предсказать, я, конечно же, лучше в этот день выберу какой-то более-менее подходящий. Если день у меня непредсказуемый, я возьму себе какой-нибудь DC-шный нож типа мамба, например. Ну, кстати, если у вас карманы достаточно большие, вы вполне себе можете носить такие микротеки или колд стил, если они просто умещаются вам в карман. Никто вам это не запретит, носить их каждый день на EDC. Но, конечно же, все люди разные. И в комментариях часто пишут, что вот вы сказали про этот нож, так его расхваливаете, а он совершенно дурацкий, потому что неудобный и вообще не пригождаются. У него функционал такой ограниченный и так далее и тому подобное. Вот тут надо понимать, что разные все люди, у всех разный образ жизни. Я живу так, мой друг живет по-другому. Я хожу в мастерскую, работаю ножом. Мой друг сидит дома, за компьютером работает. Этот нож мне лег в руку идеально. Я его беру и прямо у меня пальцы ложатся туда, где это предусмотрено конструкцией ножа, как будто его под мою руку делали. Дам я этот нож своему другу, он ему элементарно в руку не ляжет. И ему этот нож будет казаться неудобным. Поэтому надо понимать, что удобство рукояти, во-первых, это вещь еще более индивидуальная, чем даже отпечаток пальца. И ножи действительно стоит выбирать руками. Но в любом случае нужно примерно понимать, прежде чем приобретать нож, для чего он вам понадобится. Но если вы хотите себе нож, чтобы был, берите любой. Если вы хотите какой-то определенный нож, потому что он красивый, тоже можете его взять. Радовать душу, как я не устаю говорить, это тоже функционал. Люди для этого, во-первых, выбирают себе какую-нибудь стильную одежду, комфортное освещение дома, цвет обоев и текстуру на стене. Они себе выбирают для своего личного комфорта, для удовольствия. Ну, там, телевизор, компьютерные игры и так далее. Насколько они функциональны. Ну, они же нам помогают жить более качественно, ярко и приятно. Вот с ножами то же самое. Вы можете себе взять какой-нибудь нож в коллекцию. Если вам надо им строго резать, берите нож с прямыми, а то и вогнутыми спусками, с тонким сведением. Надо что-то строгать, ковырять, поддевать, берите себе тактик. Идеального ножа для всех случаев жизни, я думаю, что нет. Но всегда можно подобрать какой-то определенный, конкретный задача. В общем-то, это самое основное, что я хотел вам рассказать. И, в общем-то, вместо того, чтобы критиковать какой-то конкретный нож, потому что он не лег в вашу руку конкретно, вы лучше расскажите в комментариях, а я с удовольствием почитаю ваше личное мнение. Какой нож в вашей жизни стал максимально приближенным к понятию идеальный нож? Или, возможно, вы, как и я, используете сразу несколько ножей, носите их с собой. Или, может быть, вам достаточно Виктори Нокса и так далее. А может, вы просто на работе используете какой-то конкретный, а в повседневной жизни вам он вообще не пригождается. Такое тоже бывает. В общем, напишите, пожалуйста, вашу историю в комментариях. И я напоминаю, что у нас есть три канала на Ютубе, где мы обозреваем совершенно разные категории ножей, а также группу ВКонтакте и канал в Телеграм, в котором, кстати говоря, в данный момент проходит розыгрыш одного очень интересного и DC-шного ножа. Petrified Fish Victor. Классный нож. В мою руку ложится идеально. Ляжет ли он в вашу руку, вы сможете узнать, если вы его, допустим, каким-то образом приобретете. Но я думаю, что жаловаться вам не придется, если он вам достанется совершенно бесплатно. Потому что, в общем, не стесняйтесь, переходите по ссылкам под этим видео, участвуйте в розыгрыше, пишите в комментарии. Кстати говоря, в ссылках в описании, как обычно, я оставлю скидки на большинство того, что я вам здесь показал. Это большой-большой секрет. Скидку получат только те, кто перейдет по ссылочкам внизу в описании. Ссылку на мерч, я думаю, я тоже туда положу. В общем, мешок подарков, как обычно, под видео. У меня на сегодня все. С вами был Игорь, Forest Home Live. Оставайтесь подписанными. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok